Театральный режиссер 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 Я могу точно сказать, что приедет ли Джо Длоу или нет. Я надеюсь, что найдется время в его расписании посетить церемонию вручения премии Станиславского. Ну, до этого ведь вручалась премия уже, Энтони Хопкинс ее получал. Он тогда не смог приехать, но посылал, по-моему, видеобращение, да, что это было? Или кто еще из знаменитых селебрити зарубежных мог посещать вот эту церемонию? Ну, из тех, кого я помню, возможно, это Ингмар Бергман, Тревор Нанн. То есть они приезжали? Да. Ну, было довольно много именитых личностей, которые получали премию Станиславского. Робер Лепаш, Люк Банди, ну, я могу перечислять до бесконечности. То есть на Лоу, в принципе, можно рассчитывать в Москве в этом году? То есть это не будет прям таким большим сюрпризом, если он приедет все-таки? В этом году премия вручается 20 самым отборным, наверное, самым маститым профессионалам в сфере театра. Как премия менялась с годами? И ты с 2012 года, насколько я помню, занимаешься сначала как художник-постановщик, да, потом как режиссер. Вот как она менялась? И каждый раз ведь приходится придумывать какие-то новые ходы, именно режиссерские, для того, чтобы, не знаю, не привлечь внимание зрителя, оно и так привлечено, разумеется, к церемонии. Ну, просто чтобы это было еще интереснее, чем оно есть. Как менялась премия? Ну, особенность премии заключается в том, что есть церемониал, он очень академичный, то есть есть официальная часть, то есть кто получает, кто выручает. И это такая структура, она довольно рекламентирована. Но нам, мне как режиссеру, всегда хочется создать атмосферу непосредственную и придумать некий ход, который вот этот официоз, вот этот пафос, он немножко сбавит. А какие были ходы раньше? Ну, вот в 2016 году была интересная премия, мы решали, само вручение мы решали через детей. То есть дети, это были молодые лауреаты, мы записали минутные ролики для каждого лауреата. И ребенок отвечал на ряд вопросов про свою мечту, про то, кем он хочет стать. И мы искали как бы схожие стороны с лауреатом. И аудитория узнавала, что этот ребенок — это молодой безруков, допустим. Да, это было очень интересно. Хорошо, в этом году что нас ждет? Можно приоткрыть как-то секрет? Я понимаю, что до ноября еще есть время, да, но тем не менее. Я бы не хотел спойлерить, я бы не хотел все-таки раскрывать. Ну, у нас есть желание как-то материализовать Станиславского, сделать некий такой трап между нашим временем и эстетикой Чехова, мира Станиславского. Как это будет реализовано, мне кажется, мне лучше сейчас не озвучивать. Пусть это будет тоже пока тайно и для нас, и для зрителей. Хорошо, ну давай в Америку. То есть ты сейчас живешь на две страны, насколько я понимаю, и за океаном тоже работаешь и в театре, и в кино. Правильно? Да. Как так получилось? То есть как ты дошел до жизни такой? Как получилось так, что театральный русский режиссер поехал в Америку что-то ставить? Как это было? А, ну, это произошло три года назад. Так получилось, что три года назад я поставил дипломный спектакль в Южной Каролине. Ну, это отдельная тема. И этот опыт был настолько... Этот опыт настолько мне понравился, что я решил не терять контакт с компанией, которая меня пригласила в США. А, соответственно, я с ними поддерживал связь в течение того времени, пока работал в Москве. И они меня повторно пригласили. Я решил попробовать, попробовать сделать еще одну постановку. И, собственно, как-то... Я сейчас принял участие в новой постановке этой компании театральной и задержался в Штатах. Ну, мне нравится твоя скромность. Просто поставил спектакль в Южной Каролине. Я знаю, что это был спектакль по Данилу Хармсу. Причем на английском языке. То есть Южная Каролина и Данил Хармс. Как они совместились в итоге в одной точке? Как публика приняла и как это все было? Ну, у этого проекта довольно долгая предыстория. С художественным руководителем театра мы выбирали материал в течение полугода. Остановились на Даниле Хармсе. Художественным руководителем это американец, правильно? Да. Терри Рудж, это художественный руководитель Мейн-стрит-контембральный театра. Соответственно, он меня пригласил, он меня позвал. И он нес как бы всю ответственность за сам проект. И он выбрал Хармса? Да, он почему-то, я не знаю, это тоже для меня загадка. Хармс в него попал. То есть, мне очень нравится Хармс. Мне нравится то, что это парадоксальное... Вообще, я люблю абсурдизм. И Хармс мне близок по природе. И вот мы так совпали в выборе этого материала. Но мой мастер, Олег Львович Кудряшов, он был очень насторожен с тем, что я еду в Америку, где другой менталитет, другая культура, ставить Хармса. Олег Львович сказал мне, что я просто сошел с ума. Хармса сложно понять, сложно реализовать в России, чтобы это было понятно. А я еду в другую страну, где я не знаю ни менталитет, ни культуры, ни... Окей, но тем не менее, то есть, ты его поставил, вы его поставили на английском языке, Хармса в Южной Каролине, как публика пришла, как она оценила, собственно? Вы знаете, вот до премьеры был очень сложный прогон, и мне казалось, что ничего не произойдет. То есть, прогон был настолько чудовищный, что я вот вышел из театра на 30 минут и вспомнил словарь Олег Львович Кудряшова, моего мастера. Зачем? Зачем я выбрал Хармса? Зачем я лечу в Америку? Это такой риск, это мой первый спектакль. И вообще, тем ли я занимаюсь? У меня были такие мысли. Но на следующий день все какое-то чудо, все произошло. Это был лучший спектакль, наверное, в моей жизни. Аплодисменты, реакция. Зритель оказался очень благодарным. Все было как-то успешно. Как Хармс на английском воспринимается? То есть, ну, учитывая, что его фамилия начинает звучать немного зловеще, да, это Хармс. И тем не менее, как он, не теряет ли он своего очарования? Потому что, ну, мне казалось всегда, что Данила Хармс это в том числе и стилистически такой отсылок вот этому новаязу постреволюционному. И вот его сложно понять людям, которые в этом не варились, не выросли, да? Ну, у Хармса есть, конечно, специфика, так как это очень сложная ткань, очень сложные сочиненные произведения у него. Но созвучие Хармса сегодняшним днем, я не знаю за счет чего, но это работает. То есть, Хармс на сегодняшний день очень актуальный драматург. В Америке передо мной стояла задача, помимо того, что это сложная драматургия, помимо того, что там очень много слоев, Терри Руш попросил меня выстроить простую человеческую историю по первому плану для того, чтобы не потерять внимание зрителя. То есть, возможно, эксперименты, возможно, какие-то метафоры, можно даже уйти в арт-хаус, но по первому плану простая человеческая история. И это сыграло? Да, все произошло. Публика как приняла все-таки? Тепло. Тепло. Аплодисменты, да. Это было неожиданностью для меня, потому что после месяца репетиции, когда ты уже внутри материала, ты уже сам не понимаешь вообще, как это, что это, и какая будет реакция. Но публика была довольно благодарной. Окей, а есть вообще разница между русской публикой в театре театральной и американской публикой? Не эмигрантов, я имею в виду именно англоязычных американцев, которые приходили на твои спектакли в том числе. Есть ли разница, как они принимают артистов, как они реагируют на те же шутки, еще на что-то, были ли какие-то неожиданности? Вот это интересно ведь. Мне кажется, что в Америке драматический театр как таковой, он находится довольно, мне так кажется, в сложной, немного в сложных кондишенах, в сложных, как сказать... Условиях. Да, в довольно сложных условиях, так как американская публика привыкла к формату шоу, формату энтертеймент, формату развлечения. И очень часто даже спектакли, которые приводятся из России в Америку, они вызывают довольно странную реакцию. Аудитория очень часто смеется, когда даже приезжал Евгений Миронов театром нации на гастроли. И Миронов просто озвучил свое ощущение от спектакля. Я не могу понять, почему они все время смеются. Даже когда очень что-то серьезное происходит, очень драматические какие-то моменты, а публика реагирует нестандартно. И мне кажется, что аудитория в Америке, она больше приходит в театр расслабиться, отдохнуть, не думать, посмеяться. То есть она менее искушенная. То есть в России мы все-таки ходим в театр как немножечко на работу. Я имею в виду на работу умственную. То есть мы ждем некого задачи от режиссера. А в Америке человек идет в театр действительно просто отдохнуть. На этом уровне? Мне кажется, что театр в России, это знаете, это как что-то... Это как... И вот если сравнивать эстраду и театр, эстрада это... Мы идем к вам, мы вас развлекаем. А в театр мы приходим, чтобы немножко возвыситься самим, чтобы немножко подняться над собой, чтобы почувствовать что-то очень... Пережить что-то очень высокое. А США, получается, уходит каким-то образом немного? Я не могу утверждать. Мое ощущение, что в Америке массовая культура, она рассчитана больше на развлечение, нежели на диалог. Сложно мне это сформулировать, нежели на какой-то серьезный диалог со зрителем. Хорошо. Для режиссера есть разница, насколько я понимаю, в России репертуарный театр, в США по-другому он работает. Как он устроен, театр в Америке? С чем ты столкнулся? Что было интересно? Да, совершенно верно. В России театр репертуарный, по большей части. В Америке спектакль — это бизнес-проект. То есть, как таковой труппы нет, набираются артисты под проект, происходит кастинг. И, соответственно, спектакль играется в течение месяца, двух месяцев, каждый день, пока зрители не перестают ходить. То есть, пока аудитория не теряет интерес, там до 50%, до 40%, запускают в следующий проект, соответственно. Даже вот в театре, где была моя постановка, был запущен сразу параллельно второй проект. Как только, соответственно, старуха, это то спектакль, который я поставил, зритель переставал ходить, они сразу же включали в афишу следующую. То есть, театр в Америке — это просто такая площадка, которой предоставляется режиссер, а он уже сам набирает, по большому счету, труппу. Не режиссер, а продюсер, наверное, да? Продюсер, да. То есть, нет такого, мне кажется, понятия, как художественный руководитель. То есть, есть продюсер, ну, может быть, даже художественный руководитель, просто он несет функцию и организатора, он отвечает за аренду, ему нужно непосредственно отбить те деньги, те затраты, которые были вложены в проект непосредственно. Кто важнее, это в таком случае, для постановки в итоге оказывается? Продюсер или режиссер? Чье слово последнее? Это очень важный вопрос, потому что как раз тот социум, точнее, простите, как раз те реалии, которые сейчас диктует нынешний рынок, он, как мне кажется, от этого страдает художественная сторона. То есть, продюсер сейчас становится человеком номер один, который должен в первую очередь продать продукт. Мы про Америку говорим или про Россию сейчас в том числе? Ну, так как машина находится в Америке, и, соответственно, эта машина оказывает влияние на весь рынок. То есть, эта система ценностей сейчас распространяется везде. То есть, в Америке, как мне кажется, рынок работает следующим образом. Продюсер — это человек номер один, которому самое главное — продать продукт. И чем более массовый этот продукт будет, не штучный, не... Это не что-то такое экспериментальное, это не что-то художественное, а это именно продукт, который будет удовлетворять большую часть аудитории. То есть, ты находишься в достаточно жестких рамках, получается, экономических, в первую очередь, вот в этой схеме. Мне кажется, что в этой схеме есть возможность встроиться режиссеру, то есть, примерно искать тот язык, который будет понятен аудитории, и выражать то, что очень важно для самого режиссера. То есть, это... Не знаю, формула ли это успеха или нет, но можно реализовываться режиссеру даже вот в этих условиях, когда тебе нужно быть понятным, тебе нужно удовлетворить, ужасное слово, запрос публики, и, соответственно, еще что-то сказать. Ну, и не могу не спросить, тем не менее, а как американцы, связанные с театром профессионально, реагируют на русский театр, на те же имена, на Станиславского, на Немировданченко, на русский театр? Ну, Станиславский, это вообще мировое имя, и в Америке система Станиславского, она, как мне кажется, базовая. То есть, школа Листрасберга, которая основала Листрасберг, и Михаил Чехов. Михаил Чехов ученик Станиславского, и, то есть, корни, как раз, вот они, мне кажется, идут как раз из России. Нет, просто, как они реагируют на это? Для них это до сих пор вот знаковые имена, на которые они равняются, или сейчас уже меняется понемногу отношение, вот в этом смысле? Да, ну, Станиславский, это, это база, и Станиславский, это всегда вызывает, то есть, это, когда приезжает режиссер из России, в первую очередь, то, что это, как бы, носитель системы Станиславского, в их представлении, и имя Станиславского, это очень престижно, и, в определенном кругу, люди, которые знают, кто такой Станиславский, конечно, это вызывает определенное уважение, но сейчас есть очень много разных систем, там, школа, вот, новая, вот, Марии, Чеббат, я боюсь сейчас неправильно, но тем не менее, когда ты приезжаешь из России в Америку, как театральный режиссер, у тебя есть некий кредит доверия, ты из России, это немного знак качества, я правильно ведь понял, да? Вот это, это был очень, да, это был интересный опыт, когда я приехал, вот, на эту свою первую постановку, актеры, они были очень, то есть, они были очень голодные, в плане того, что я, я из России, я знаю, то есть, я учился в школе-студии МХАТ, это, которую основал Константин Сергеевич Станиславский, то есть, я носитель вот этих первоисточников, а, соответственно, для них, это было очень, очень важно, работать с режиссером, который непосредственно эти традиции, то есть, из России, сейчас, в чем выражалось вложение, то есть, учили текст заранее, или как вот? Ну, я, я понял, когда началась первая репетиция, насколько актеры были внимательны, насколько они были голодны на репетициях, насколько им хотелось больше взять, нежели что-то продемонстрировать, продемонстрировать, то есть, они очень внимательно слушают, они готовы пробовать, и тебе не надо ничего доказывать, просто артист тебе доверяет, идет за тобой, и было ощущение, что американский актер, он очень, ему очень нравится учиться, то есть, он очень любит впитывать информацию, новую информацию, и для них, конечно, мой бэкграунд, он отличается от американской среды, вот, соответственно, этот обмен, он, как бы, происходил непосредственно, то есть, я был нужен им, они были нужны мне, и мы, как бы, друг друга, как сказать, в этом процессе, мы друг друга дополняли. Что было еще за история, я помню, ты рассказывал о том, как ввел, ввез тебя человек, который начал читать, просто роль, в какой-то момент, да, это, по приезду в Южную Каролину, я просто вышел из самолета, и меня встретил художественный руководитель с актером, которого я не знал, он вел автомобиль, и по дороге, вот, в отель, он читал наизусть Хармса, Данила Хармса, на английском, для меня, ну, я не сразу, как бы, понял, что за текст, и где-то после, уже через 2-3 минуты, я понимаю, что человек выучил Данила Хармса, первую часть Данила Хармса, старухи, наизусть, и для меня это был шок, то есть, что, как бы, он просто хочет быть частью этого проекта, и, просто по дороге в отель, он читает мне наизусть все произведения, в общем, это, это было удивительно. То есть, показатель просто про отношения, да, американских актеров к русскому театру, в том числе, в России, ты еще работал с людьми, как это, часто говорится, сейчас с ограниченными способностями, но, я так понимаю, плохое выражение, да? То есть, как ты начал лучше сказать. Да, я бы, я бы не, не использовал бы слово ограниченные возможности, мы пытаемся, то есть, лучше, лучше говорить, люди с особенностями, или с неограниченными возможностями. Люди с особенностями. Хорошо, вы работали вместе с людьми с особенностями, делали проект, который называется «Живые картины», вот можно немного об этом рассказать, что это было? Это очень, это очень особенный проект для меня, так как в начале репетиции длились около года. Что это было? В самом начале никто не знал, что это будет. То есть, была идея соединить семь картин, которые выражают свою эпоху, то есть, от эпохи Ренессанса до наших дней, это черный квадрат, то есть, история живописи развивалась таким образом, что от Ренессанса до черного квадрата все лишнее отпадало, и мы как бы, то есть, если в эпоху Ренессанса человек был по образу и подобию Божьему, то в 20 веке черный квадрат это то, что мы имеем, это неплохо, нехорошо, это то, что есть. И мы как бы решили сделать такую перезагрузку от черного квадрата к эпохе Возрождения с участием слепо-глухих артистов, это рождение света, рождение звука, рождение формы, и это была такая довольно интересная концепция, которая была сформулирована Дмитрием Петровым и Александром Константиновичем, рядом премии «Оскар», то есть, была придумана анимационная, визуальная часть в соединении с миром слепо-глухого человека, то есть, слепо-глухие артисты были как бы частью вот этого полотна, это был пластический спектакль, то, как это должно быть реализовано, никто не знал, то есть, это было через очень долгие пробы, эксперименты, лаборатории. Как тяжело было работать вот с людьми с особенностями над этим проектом? Не тяжело, я бы наоборот сказал бы, что работать со слепо-глухим человеком это счастье. Слепо-глухой человек, он настолько чуток, настолько восприимчив, настолько интересен именно своим содержанием, слепо-глухой человек не умеет врать, то есть, ему этого не нужно делать, ему не нужно притворяться. Порой, даже, почти всегда, слепо-глухой артист на сцене переигрывает профессионального актера, ему не нужно ничего показывать, это живая, настоящая энергия, и когда ты, когда ты смотришь за профессиональным артистом, он все равно что-то, он все равно что-то демонстрирует, он может быть, он может играть виртуозно, он может делать свою работу качественно, но слепо-глухой артист, он даже не задумывается об этом, он просто как бы, он просто внутри истории, и он транслирует тебе что-то очень важное, чему ты не можешь его научить, это просто в нем есть. Этот проект, живая картина, он был поставлен в России, он мог бы состояться в Америке, вот ты его представляешь себе вот в тех условиях? Мне кажется, этот проект, так как мы не используем, это пластический спектакль, мне кажется, этот проект может состояться где угодно, этот проект доступен для всего мира. Ну и, наверное, все, время наше подходит к концу, пора заканчивать этот, безусловно, интересный разговор, напомню, на студии был театральный режиссер Альберт Рудницкий, смотрите RTVI и ходите в театр, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова